Цыганская песня Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня в студию. Я хочу сказать несколько слов, но все слова сегодня мы посвятим вашей династии и вам в том числе, потому что Григорий Деметр родился в семье известных артистов Розы Джалакаевой и Петра Деметра. Посвятил всю свою жизнь музыке и сцене. За 31 год существования на профессиональной сцене поработал с большинством профессиональных и ведущих цыганских коллективов. Актер театра Ромен, а в 2000 году основал свое шоу-группу московских цыганс, которая уже 20 лет гастролирует по всему миру. И, конечно, Петр сын замечательных артистов, которые собирали стадионы, которых показывали во всех популярных телевизионных программах. Они записывали огромное количество грамм-пластинок. Замечательные артисты. Настоящие цыгане. Роза Джалакаева и Петр Деметр. Роза Джалакаева ушла из жизни 37 лет назад, 27 ноября. А Петр Деметр ушел в этом году. И 15 декабря будет всего лишь полгода со дня ухода вашего отца. А 5 декабря ему был бы юбилей, 80 лет. 80 лет. Он совсем немного не дожил до этой даты. И поэтому мы сегодня будем вспоминать ваших замечательных родителей. Вообще, ваши родители. Вот я прекрасно понимаю, что это особое отношение, это особая любовь. И вы много делаете для того, чтобы сохранить память своих родителей. Потому что вот здесь у нас в студии не только пластинки, но и книги. И мы обязательно о них сейчас поговорим. И, собственно, Григорий Деметр и посвятил эти книги своим родителям. Ну, начнем по порядку. Как ваши родители встретились? Как они познакомились? Ну, они сначала в военное время родились. Очень прикольно, я могу рассказать. Значит, мама у меня под Серпуховым из таборной семьи. Тогда кочевали цыгане. Мама ее, бабушка моя, она была танцовщица. Она могла танцевать чечетку два часа и не повторяться, движение не повторять. Кличка у нее была среди цыган Верка Каблучок. Мама зарабатывала копейку там, где это можно было в военное время, сами знаете, тяжело. Начало 50-х годов. Был цыганский цирк, которым руководил Борис Бреслер. И мама работала в цирке. Потом в театр Румен приехал в Серпухов. И на улице мама танцевала. И Ляля Черная увидела, как мама танцует. И вот с того момента Ляля Черная пригласила работать маму в театр Румен. Что касается папы. Папа родился в том же далеком 41-м году. Родился в поезде под Новосибирском. Во время войны цыганский коллектив также кочевал, ездил. Работал для наших военных солдат. Да, я знаю, что театр Румен, я знаю это по рассказам Калерии Кисловой. Да, да, да. Режиссера программы «Время», которая именно тогда, в 41-м году, оказалась в Новосибирске на спектаклях театра Румен. Так ваш папа родился по пути туда, в Новосибирск. По пути в Новосибирск, да. И он, кстати, рассказывал мне о том, что вот это Кислово, дай Бог ей здоровья, как можно больше. Храни ее, Господь, от болезней этого человека. И он ее вспоминал часто, потому что, видимо, он помнил все это. Она маленького, можно сказать, держала его на руках. Это очень приятное восприятие. Представляете, какие в жизни вообще пересечения. Но вот мы выстроили с вами порядок пластинок, но только что сейчас прозвучало имя Ляли Черный. И мне кажется, что ваши родители бы нас сейчас поддержали. Давайте по праву старшинства заведем сейчас пластинку с записью голоса Ляли Черный. А вы расскажете перед тем, как мы ее поставим, как вы были связаны с Ляли. Вы знаете, довелось. Мне было в 82-м году 8 лет. На тот момент был такой проект «Улыбки Эрмитажа». И такие куплетисты были, Шуров и Рыкунин, они ставили этот концерт, они режиссерами были. Ну и они собрали ту плеяду. Был Аркадий Сакыч Райкин, был Сергей Мартинсон, была Зоя Федорова. И мои родители были как самые молодые участники из цыганского направления. И режиссер подошел и говорит, скажите, а вот к вам, к вашей красоте, молодости, говорит, хотелось бы кого-то, говорит, такого весомого человека из театра «Румэн» есть такой? Ну, недолго думая, позвонили Ляли. И когда мы за ней приехали, то вот мое знакомство состоялось первый раз. Она села ко мне в машину и с ребенком стала заигрывать. «А ты знаешь, кто я?» А я не сразу понял, я говорю, ты? Ты, я говорю, та, про которую мои родители с утра до вечера разговаривают. Как бы ты отреагировала, как бы ты сказала ту или иную фразу? Она поворачивается к ним на переднем сидении и говорит, ну живите. Потом поворачивается ко мне и говорит, ты знаешь, почему я с ними так? Я говорю, да, 10 лет назад они ушли из театра и ни одного звонка, ляльку забыли. Но раз ты говоришь, что они вспоминают меня и на них смотрят, дети врать не будут, живите. И вот такое знакомство. Потом она быстренько отрепетировала программу, то, что хотели от нее. Взяла меня гулять, и мы с ней по Эрмитажу гуляли, по всем буфетам и так далее. То есть это было прекрасное детство, и есть что вспомнить. И у меня в руках пластинка с записью голоса Ляли Черный, пластинка «Довоенная». Песня «Сада Винограду». Песня «Сада Винограду» 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 Пластинка с записью голоса Ляли Черный, «Довоенная» пластинка 1937 года. А сегодня у нас в гостях замечательный музыкант, актер Григорий Деметр. Пользуясь случаем, хочу сказать вам огромное спасибо за эту передачу, и не только за эту передачу, а за то, что есть возможность послушать все вот эти пластинки, потому что время сейчас другое, все другое. И только благодаря вам мы можем сегодня вспомнить, что такое винил. А кто не знает, познакомьтесь. Спасибо за добрые слова, но мы еще не заканчиваем, потому что наша программа только в самом начале. Григорий Деметр, ну давайте мы теперь перейдем к пластинкам ваших родителей. Роза Джалакаева и Петр Деметр. Пластинка была выпущена в 1969 году. В этот момент они еще были актерами театра «Ромэн». Они были ведущие актеры театра «Ромэн», да. Мама была сначала партнершей Николая Алексеевича Сличенко, «Царство ему небесное» тоже в этом году. Год очень тяжелый удался, но мы еще вспомним. Да, конечно. Вот. А папа пришел чуть-чуть попозже, но он увидел маму и понял, что это надо стремиться, надо... Ну, он захотел с ней играть в одном спектакле. И когда это случилось, они поняли, что они будут вместе не только на сцене, но и в жизни. И это был не первый, насколько я понимаю, брак, потому что у вас есть старший брат. Ну, у меня есть старший брат от первого брака мамы и есть старшая сестра от первого брака папы. Понятно. То есть у вас много вообще богатых семей. Ну да, они очень ранние были молодые люди, как бы я говорю, у них до встречи уже были семьи, но когда они увидели друг друга и поняли, что они одно целое... Это вот то, что предначертано. Да, сначала по ролям в театре, а потом папа на месте сидеть никогда не мог, он все время что-то придумывал, и он придумал пластинки, и это все слушалось, все, и со временем это перешло на эстраду. И интересно, что аннотация к первой пластинке, вышедшей в 1969 году написана, написал ее Ром Лебедев. Роза Джалакаева и Петр Деметр представители той цыганской молодежи, яркой, самобытной, которая уверенно вошла в репертуар театра и заняла в нем ведущее место. Биографии Розы и Петра различны. Но вот сейчас как раз Григорий немножечко сказал о биографии, где родился папа, папа из династии городских цыган. Городских цыган, они все были докторами наук, они были композиторами, они были профессорами. То есть люди с высшим образованием. А мама была таборной кочевой цыганкой. И, видимо, вот этот вот баланс, который они несли всю свою жизнь, он где-то в таких житейских жизненных ситуациях всегда мама была такая более видящая. Папа, он всегда шел по накатанной, по написанному, скажем так. Она его даже и звала спецшкола. Как дела? Прекрасно. И вот в 69-м году вышла пластинка. Здесь много композиций. Это пластинка размера Грант, не гигант, но на обложке портреты Розы и Петра. Замечательный, кстати говоря, портрет, красивые люди. И первая песня, которая прозвучит с этой пластинки, она у нас называется «Солнышко». И какова история этой песни? Вы знаете, до недавнего времени эта песня считалась народной. Так как в далеком 67-м году наш цыганский композитор Вячеслав Васильев, который, собственно, и написал эту песню, он тогда был не то что молодым, он тогда был юнтым совсем. И детский труд тогда, ну, как бы эксплуатировать все боялись, считалось, что, ну, в общем, папа его прикрыл как старший двоюродный брат. Он сказал, что эта песня народная, и они первые, кто записал на пластинку эту песню. И сейчас эта песня прозвучит в эфире программы «Винил» с пластинки 69-го года. Пластинка 69-го года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вы знаете, я отработал в театре пять лет, вот, но за эти пять лет, как бы, если даже я официально не в театре, душой и сердцем я все равно с ними, меня, я хожу туда как к себе домой, я всех люблю, ко мне все нормально относятся, как бы, да, ведь приходится совмещать и театр, и эстраду, и сегодня еще ресторанное такое время, скажем так, да. Оно было и много лет назад. Ну, это начиная еще с Яра. Да, и сегодня немножко в другом времени, но все равно этот бизнес, скажем так, он существует, и на сегодняшний день надо успеть везде. Сил, вам для того, чтобы успеть везде. Будем стараться. На все воле Божье, что Господь приготовил, то мы и будем делать. Ну, я хочу вернуться к пластинкам, и сейчас у меня в руках пластинка Розы Джалакаевой и Петра Деметра, которая называется «Песни цыган разных стран». Анотация к ней. Эта новая пластинка дарит нам не только радость встречи с известными представителями цыганских, исполнителями цыганских песен Розы Джалакаевой и Петром Деметром, она дарит радость соприкосновения с искусством, истоки, которые уходят в глубину тысячелетий. И здесь действительно разные страны. Русские цыгане, испанские цыгане, югославская цыганская песня, французская, польская, итальянская, чешская, латышская, даже, ну, естественно, индийская и венгерская, молдавская. Эта пластинка была выпущена, насколько я понимаю, в 70-е годы. В 1974-е годы. Но интересно то, что в вашей жизни был эпизод, связанный с Австралией. Да. Вы там жили? Я там жил. И работал? И работал, конечно. В каком городе? Мельбурн, Сидней, Аделаида. Как долго? Восемь лет. Восемь лет? Да. В 2000-м году там проходили Олимпийские игры, и мы принимали участие на открытии. А вечером все спортсмены, грубо говоря, отдыхали, а мы для них работали, держали задор. Вот. На одном из концертов подошла ко мне женщина вот с этой пластинкой и рассказала мне, что в далеком 77-м году она была на концерте у папы с мамой. Купив эту пластинку, она мечтала, чтобы они расписались, дали ей автограф. Но за кулисы она не попала. Так, как была конная милиция, как она говорила на концертах. Тогда это было часто. Вот. И по истечению много лет она подошла, увидела меня и сказала, «А ты их сын, это видно, и ты можешь меня увековечить мою мечту и дать мне автограф». И мне это было настолько, как сказать, приятно, как бы я горд, что я сын этих людей. Та пластинка осталась в Австралии с автографом, а другая сейчас находится у нас в студии, поэтому мы можем завести и послушать песню, которая называется «Частушки». Да, на этом альбоме вообще песни, которые с этой пластинки стали выходить в свет. Они стали популярными и среди цыган, и среди людей. Ни одно застолье не проходило без этих песен, с этой пластинки. Частушки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В программе «Винил» звучат пластинки с цыганской песней. Только что прозвучали частушки. Собственно, у нас сегодня в гостях Григорий Деметр. Григорий, вот частушки, которые мы слушали, это песня русских цыган? Абсолютно, да. Это наша? Наша. А вот следующую, которую мы хотим завести, это песня югославских цыган из кинофильма «Сборщики перьев». Абсолютно правильно. Эта песня на сегодняшний день даже стала гимном цыган. И я ее сейчас ставлю на проигрыватель. Надеюсь, что я не ошибся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Табло. Дима Торзок рассказана в тех книгах, которые сегодня Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мы посмотрим, ну вот я открыл сразу же, валенки цыганской таборной песни, которая превратилась в русскую народную и дошла до Берлина. Да, это интересный рассказ. И здесь фотография, это Анастасия Вяльцева. Да, замечательно. Итак, мы возвращаемся к пластинкам. И третья долгоиграющая большая пластинка, которую сегодня Григорий Деметр принес в студию, называется «Народные городские современные цыганские песни. Роза Джилакаева и Петр Деметр». «Новая пластинка с цыганскими песнями в исполнении Розы Джилакаева и Петра Деметра. С момента записи предыдущей прошло несколько лет. Пластинки надо писать тогда, когда в творческой жизни артистов происходит изменение, когда появляется эмоциональный заряд, импульс, несущий что-то качественно новое, считает Петр Деметр». И Петр Деметр отмечает на этой пластинке, что новую пластинку можно считать своеобразным подведением итогов того, что было сделано артистами за 15 лет работы. Сначала были народные песни, фольклор, одно время мало появлявшиеся на цыганской эстраде. И хочется исполнять то, что звучит редко. И вот на этой пластинке много самых разных произведений, в том числе и авторских. И среди композиторов указан П. Деметер, потому что Петр Деметр, а тут буквы «Е» после «Т» появляются. Это родственник? Да, да, да. Это его родной крестный просто, который являлся композитором Петр Степанович Деметер. Папа мой Петр Деметр. Все на самом деле просто. А в чем же секрет? Да, паспортистка просто упустила одну букву, когда выдавала паспорт ему на 16 лет. Да, и так с того момента все и пошло. То есть вообще должна быть фамилия не Деметр, а Деметер. Деметер. Да, ну и так, и я теперь иду так, как Деметр. Ну, как записали в паспорте. Да, и дети мои Деметр. Деметр. Да, вся моя родня Деметер. Деметер. Поэтому даже какая-то фишка есть. Да, есть, конечно. Есть, конечно, это судьба, потому что и она оказалась действительно счастливой, и столько лет славы, популярности и любви. У них и по жизни было, когда Петр Степанович выпускал пластинки и ноты со словами цыганскими, у него куча сборников была. И был такой музыкальный киоск, вы же помните, да, Элеонора Беляева? Конечно, замечательный программ. И она прорекламировала, как сейчас помню, этот выпуск с нотами и сказала, что это вот Петр Деметр. И отцу посыпались звонки, и он каждому, уже не будешь объяснять, что это не я, что это не мое, ну, в общем, довольно-таки было прикольно. Но я хочу завести одну из своих любимых песен, которые исполняет Роза Джилакаева и Петр Деметр. Это «Что-то грустно». Чтоб не было нам грустно, я думаю, что эта песня развеет и грусть, и тоску, и печаль. Потому что если грустно, что надо сделать? Пойти к цыганам. А если весело? Пойти к цыганам. Взять бутылку, шампанского, выпить и собраться. И если стало грустно, то вслушать цыганскую песню. Что так грустно взять гитару, Да спеть песню про любовь. Аль поехать лучше к яму, Разогреть шампанским кровь. Там цыганки молодые Будут петь, плясать всю ночь. Будут песни петь и легкие, Отгою тоску я прочь. Эх, не выщи, гони как яру, Лошадей, брат, и не жрей. Тройку ты запрягни пар, Погоняй, брат, и лети. Поздней ночью, Снежный вьюг, Все дорожки светел. Сами сядем мы с подругой, Тройками дом внесем. И когда приедем там, Разогреть костер друзья, И под звонкую гитару, Будем лететь до утра. Эх, не мщи, гони как табор, Лошадей, брат, и не жрей. Тройку ты запрягни пару, Погоняй, брат, и веселее. Сегодня у нас в гостях Григорий Деметр. Мы слушаем пластинки его родителей, Розы Джилакаевой и Петра Деметра, Замечательных поистине народных артистов, Всенародно любимых. И спасибо большое Григорию, что вы сохраняете память И так бережно относитесь к творческому наследию ваших родителей. Но наша программа постепенно подходит к концу. И мне бы хотелось узнать, конечно, Какие ваши ближайшие творческие планы? Где вы собираетесь выступать и где можно вас увидеть? Вы знаете, на ближайшее время, 29 декабря, У нас будет приходить первый сольный концерт Группы шоу «Московских цыган» В ресторане «Маркус Локус». Это клуб-ресторан. Очень красивое место. Очень элитное, я бы сказал. И мы будем рады всех видеть. Это предновогодние дни, 29 декабря. Это будет необычный концерт. Это вся моя творческая деятельность за 31 год И за 20-летие существования группы шоу «Московских цыган». Ну что же, я думаю, что стоит это отметить И там, конечно, послушать цыганскую песню. Григорий, я хотел бы, чтобы последняя песня, Которая прозвучит в нашей сегодняшней программе, Это будет авторская песня Петра Деметера. Я подтеркиваю, чтобы не перепутали. На стихи Гусева исполняют ваши родители. Называется «Песня о России». Это тоже особая история, поэтому мне кажется, Что это будет хорошее завершение этой песни. Программа, посвященная памяти замечательных артистов. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы приняли участие в сегодняшней программе. Программу провел Михаил Куницын, звукорежиссер Николай Котов. А сегодня в гостях был Григорий. А я держу пластинку. Дай Бог здоровья. Григорий Деметр. Спасибо большое, Григорий. Спасибо. Из страны в цыгане, что на карте нету, Из страны развеянной небывалым ветром, Ехал я, эх, ехал на лихом коне И остановился я на русской стороне. Родными стали для меня березки ивы, Твоя Россия – светлоружая краса. От всей души дарю я песен переливы, Твоим простором, грибом и лесом. Птицы рвется сердце, Матери навстречу, Чем тебе Россия? На любовь ответит. На любовь ответит. Субтитры создавал DimaTorzok Поделилась хлебом Дом родной нашел я Под российским небом Есть в душе моей Заветный дар Россия Что только я Пронескалась долгие века Цыганской песни нашей Удалая сила Цыганской песни Светлая мечта Птицы рвется сердце Матери на встречу Чем тебе Россия На любовь от ты вечер И сказали звезды И сказал мне ветер Весь сердце Жизнью На любовь От тебе Чи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok